Всем привет! Меня зовут Дмитрий и это очередной выпуск шоу OudHard. И сегодня мы поговорим об одной незаслуженно забытой игре под названием Горький 17, она же Горький 18, она же Odeum. Игра была разработана польской компанией Metropolis Software в 1999 году. В Европе и Германии она вышла под названием Горький 17, в США и некоторых других странах она вышла под названием Odeum, что в переводе с латыни означает ненависть или отвращение. А вот в России игра вышла уже с двумя разными переводами под названиями Горький 17 и Горький 18. Первый перевод считается каноничным, второй же дел Гоблин, он же Дмитрий Пучков. Но отличаются эти три версии достаточно сильно. Например, в оригинале действует отряд НАТО, в обычном переводе отряд МЧС, а в переводе Гоблина отряд ГРУ. Или например вот один из героев. В оригинале его зовут Ярик Ович и он поляк. В переводе Сноубол его зовут Тарас Коврига и он уроженец Украины. В переводе Гоблина он же вообще русский прапорщик Кротов. Или прапорщик Кротов. Хм. Тем не менее, вне зависимости от версии, сюжет у игры достаточно типичный и сильно напоминает Resident Evil. В закрытом городе Горький 17 проводились какие-то эксперименты, но что-то пошло не так. Туда выслали отряд для выяснения ситуации, связь с отрядом потеряна и вот высылается другой отряд, командовать которым будете уже вы. Сюжет, я бы сказал, достаточно примитивен. Развиваться он будет в основном за счет диалогов персонажей, как ваших, так и встреченных. И диалогов этих будет много. Очень-очень много. Почти после каждого третьего боя. Но игрок в них участия принимать не будет. Все будет происходить совершенно самостоятельно. Особой динамичностью сценки на движке отличаться не будут. Ну и да ладно, не у них счастье. Видеоролики тоже будут. И они идут в разрешении 640 на 180. И нет, это не шутка. На экране они выводятся с чрезстрочными пропусками. Учитывая, что на диске с игрой осталось достаточно свободного места, могли бы, наверное, их и в более высоком качестве сохранить. Все-таки 1999 год как-никак. Впрочем, видео-то не очень информативные и будут в основном показывать появление очередного босса. Ну плюс видео в начале и в конце игры. Ну и ладно, в общем-то, что-то далеко скакнул к движкам и диалогам. Давайте все-таки рассмотрим все по порядку. Геймплейно игра делится на два режима. Пошаговые бои и глобальную карту, по которой мы ходим-бродим в реальном времени отрядом бойцов. Причем трое в нем будет изначально, а еще парочка будет появляться и исчезать по ходу дела. Будут нам встречаться сундучки со всякими вкусностями, а также элементы квеста. Элементы не очень толстые, практически все загадки будут сводиться к простому. Найди объект в одном месте и используй в другом месте. К счастью, все они абсолютно логичны. Найди доску и используй ее для переправы на другую сторону пропасти. Найди баллон с газом, поставь его у стены и используй пистолет для его подрыва. И так далее. Объекты на карте подсвечиваются, так что по ходу действия я не застрял ни единого разу. Чего и вам желаю. Также на глобальной карте можно спокойно покопаться в инвентаре. Подлечиться, обменяться между персонажами-патронами, оружием и так далее. Причем инвентарь в целом удобный, не имеет ограничений по весу или размеру. И все объекты делятся на три типа. Оружие, лечилки и антидоты, а также квестовые предметы. Последние в бою не используются, применяются на глобальной карте автоматически. Так что я в этот раздел по мере прохождения заглядывал не более двух-трех раз. И то больше из любопытства. И вот наконец-то соль игры, пошаговые бои. Начинаются они сами по себе, внезапно. Идем мы по глобальной карте, никого не трогаем, и вдруг откуда ни возьмись, бой. Этим игра напоминает японский РПГ, где мы тоже часто не видим противника на карте. Но респавна или случайности здесь нет. Все бои проходят в заранее определенных зонах с заранее определенными противниками. Так что зачистив местность, можно спокойно ходить по уже посещенным местам, ничего не опасаясь. В бою используется такая же графика, как и на глобальной карте. То есть полигональные модели монстров, бойцов и активных объектов поверх заранее отрисованного фона. Чем игра опять-таки напоминает Resident Evil. В модельках не шибко-то много полигонов, но бросается это в глаза в общем-то только когда смотришь на людей. Монстрам эта угловатость выглядеть уродливыми и страшными не мешает, а то и помогает. И вообще, бои самая вкусная часть игры. Они пошаговые. Сначала ходят все ваши бойцы, потом все монстры. Бойцы могут ходить в любом удобном для вас порядке, и каждый из них может за ход передвинуться на определенное количество клеток и сделать активное действие. К действиям относятся использование аптечки или антидота на себе или товарища, использование оружия или гранаты, и наконец толкание предметов, например ящиков или взрывающихся бочек. Последний мне ни разу не удавалось использовать с пользой, но возможно кому-то из моих зрителей повезло больше. По описанию может быть похоже на свежий XCOM, но нет. Здесь никто не мешает вам сначала передвинуться на одну клетку, потом выстрелить, а потом снова передвинуться еще на две клетки. К тому же можно передавать предметы от одного персонажа другому прямо во время боя, и это не будет считаться действием, но при этом если уже сделал выстрел, передать предмет уже нельзя. Странновато, больше похоже на баг. Одной из фишек игры является то, что для каждого оружия есть ограничения не только по дальности, но также по направлениям и зонам стрельбы. Например, винтовка стреляет очень далеко по прямой и по диагонали. Пистолет только по прямой. Граната кидается не дальше, чем на несколько клеток. УЗИ попадает сразу по трем клеткам, хотя стреляет опять же только по прямым, но не по диагоналям. Граната захватывает все девять клеток и так далее. Ограничения местами явно сделаны для баланса, но менее интересным игровой процесс из-за них не становится. Наоборот, в игру добавляется элемент головоломки. К тому же монстры тоже имеют свои ограничения по направлениям и дальности. Скажем, некоторые боссы не могут стрелять вблизи, что позволяет зажать их в углу, если конечно успеете добежать до них вплотную. Также на баланс влияет то, что у монстров есть разные типы брони, и разное оружие по-разному их пробивает. Например, пистолет при стрельбе по тяжелой броне теряет 25% мощности. Ну и конечно радует оружие. Его достаточно много, и оно в меру разнообразное. Правда многое будет встречаться в одном или двух экземплярах. Винтовки, пистолеты, дробовик, топор, огнемет, УЗИ, метательные ножи, несколько видов гранат, вроде газовых или обычных. А под конец игры появится лучевое оружие и ракетница. Кроме того, в баланс вносит свой вклад и обилие оружия для оглушения. Пистолеты с транквилизатором, оглушающий гранаты, электрошокер, пушка для заморозки. Но монстры не превращаются в мальчиков для битья. Одни из них имеют огнеупорную шкуру, других невозможно оглушить электрошокером. Третьих нельзя заморозить. Причем нельзя заранее узнать, какой у них тип брони или имеют ли они защиту от огня. Нужно сначала в них выстрелить из соответствующего типа оружия, чтобы это обнаружить. Таким образом, каждая встреча с новым монстром или боссом несет множество сюрпризов. Разнообразие добавляют и сами разработчики. В некоторых боях нужно охранять беззащитного персонажа. В других не давать уничтожать какой-нибудь объект. В-третьих, нужно успеть вынести монстр быстрее, чем взорвется взрывчатка. Разнообразие, конечно, не супер-пупер, но тем не менее, присутствует. Еще в игре есть РПГ-элементы. Получая новый уровень, вы сможете прокачать свою точность, размер жизни, шанс увеличенного урона и так далее. По моим ощущениям, сильно на игровой процесс оно не влияет и сделано больше для галочки. Но если у вас есть иная информация, жду ваших комментариев. Отдельно стоит выделить музыку и звук. Музыка у игры просто и без затей шикарна. Не отвлекает от игрового процесса и динамически меняется. На глобальной карте играет что-то вроде темного эмбиента, одновременно успокаивающего и держащего в напряжении. А вот во время боя она становится более динамичной и немного меняется от хода к ходу. Причем во время вашего хода и хода противника она разная. Звуки тоже радуют. Выстрелы, взрывы, крики монстров. Все звучит достаточно реалистично и сочно. Ну а теперь отложите свои котлеты, ведь речь пойдет о недостатках игры. Во-первых, конечно, графика. Она в целом нормальна, но по современным меркам полигонов в модельках маловато, да и разрешения хотелось бы повыше. Она не является отталкивающей или ужасной. Но повторюсь, по современным меркам может понравиться далеко не всем. К тому же, как следствие движка, на некоторых картах камера висит не очень удобно, под неудачным углом, из-за чего персонажи перекрывают игроку обзор и не дают удобно прицелиться. Встречается это очень редко, примерно в одном бою из двух десятков, но тем не менее случается. Во-вторых, сложность. Хардкорщикам игра явно не придется по душе, потому что переигрывать бои придется очень редко. И ведь при этом монстры не тупят, активно используют свое оружие, которое наносит заметный урон, концентрируют огонь на ближайшем наиболее поврежденном персонаже и совсем не хотят умирать. Так, стоп, я вроде должен перечислять недостатки, да? Хм. Местами разработчики слишком упростили ситуацию супероружием. Такое оружие обычно лежит в каких-нибудь необязательных для посещения закутках, но его мощность заметно сокращает бой. Например, вот встреча с одним из первых боссов. Супероружие сносит 90% его здоровья и всех мелких монстриков-миньонов вокруг него. Все такие мегапушки одноразовые, их встретится всего 3 или 4 за всю игру. Но все равно упрощают бой они до неприличия, а ведь не все упрощения одинаково полезны. Впрочем, недостаток хардкорности местами является достоинством. Например, в случае поражения игра сразу предлагает начать заново этот же самый бой, а не судорожно вспоминать, блин, где же я там последний раз сохранялся. Поэтому в сети можно найти фанатский патч для увеличения сложности игрового процесса. Но первый раз я таки советую пройти оригинальную версию. А теперь пара спойлеров, но не пугайтесь. Все дело в том, что в игре есть несколько ситуаций, по которым непонятно. То ли это баг, то ли так и было задумано. Я все-таки склоняюсь к тому, что это баги. Поэтому я про них заранее и расскажу. Во-первых, дополнительные персонажи. Иногда они будут уходить из вашей команды в скриптовой сценке. Или в этой же сценке их могут просто убить. При этом персонаж исчезнет, забрав все пушки, патроны и аптечки, которые были у него в инвентаре. К сожалению, единственный способ этого избежать – почаще сохраняться. Вторая проблема – вот этот вот бой. Одного из второстепенных персонажей в катсцене отравляет ядом монстра-невидимка, после чего начинается бой. И хотя к этому моменту у вас уже есть противоядие, от этого яда в этом конкретном бою оно не поможет, сколько не используй. Причем много позже, по ходу действия, вам придется сражаться с этим же невидимкой. Но это же средство от яда уже помогает. Косяк. А теперь еще пару слов про официальную локализацию от Snowball. В целом она нормальна. Да, в ней есть дурацкая переделка сюжета, но я не считаю это важным, потому что в целом сюжет в этой игре не самый важный. Но в ней есть несколько действительно раздражающих моментов, которые реально досаждают. Во-первых, через чур утрированная национальная озвучка. Нет, ну правда, это какой-то пушистый писец. Да уж, теперь ему только в шашки и играть. Коврика, еще пара слов и я тебе морда напью. Чан был моим другом. Спокойно, спокойно. Ты шо, шуток уже не понимаешь? А ну перестать, оба! Нет времени на такие глупости. Осмотрите-ка лучше трубы. Во-вторых, среди авторов перевода были люди с очень специфичным чувством юмора. Бывают, конечно, забавные находки, например, монстр Крюгер. Но монстр по имени Шкаф? Или монстр Горилла, который в оригинале имел какой-то невразумительный номер вместо имени. Или вот, например, монстр-танцор диско. Короче, я думаю, вы поняли. С описаниями оружия и предметов ситуация аналогичная. Юмор, конечно, штука достаточно индивидуальная, но мне описания смешными не показались. Из редко в игре встречаются реальные косяки перевода. Ну вот, например, эта сцена. Гляньте, ребёнок! Как он смог здесь выжить? Голый? Какого? Как он смог здесь выжить? Голый? Голый? Есть подозрение, что в оригинале имелось в виду безоружное, но... К сожалению, у игры был открытый финал. И как часто в таких случаях случается, продолжение не последовало. Зато было аж два приквела, но в другом жанре. Горки Zero Beyond Honor и Aurora Watching Горки Zero. Русские названия у вас сейчас на экране. К сожалению, как я уже говорил, жанр сменился. Игра стала эдаким стелс-шутером от третьего лица. Что-то вроде Splinter Cell или Sif. Но до этих столпов жанра Горки Zero ой, как далеко. Журналисты поставили оценки в районе 5-6 баллов. Игроки тоже встретили игру достаточно сдержанную. И полноценного тактического продолжения серия так и не получила. Увы. Ну и на сегодня это, пожалуй, всё. Надеюсь, мне всё-таки удалось показать, насколько это крутая и интересная игра. И любому, кто любит жанр пошаговых тактических стратегий, она придётся по душе. У меня прохождение заняло в районе 9 часов. Включая просмотр всех кат-сцен, всех видеороликов и переигрывание довольно небольшого числа боёв. К тому же, эта игра выходила на всех основных операционных системах. Во-первых, конечно, под Windows. Основная версия вышла в 1999 году. И нормально, без глюков, запускается на современных версиях Windows. Позже, в 2002 году, она была проектирована под macOS 9. Но, судя по отзывам, она нормально запускается и на macOS X. Я не проверял, мне просто не на чем. Чуть позже, она была проектирована и под Linux. Но тут возникает проблема. В интернете, если вы придёте в Steam или в GOG, вы найдёте только Windows версию. Тем не менее, в интернете можно легко найти и macOS, и Linux версии. Насколько они качественно работают? Ну, я не знаю, не проверял. Рекомендую вам проверить это самостоятельно. А на сегодня это всё. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok